В Болгарии говорят, доброе слово железные ворота откроют. А я считаю, если к этому добавить еще пару вкусных болгарских блюд, мы с вами откроем еще очень много сердец. С вами я, Нина Шабан, и кулинарное шоу на неделю! Сегодня мы с вами приготовим болгарский обед. Салат у нас будет шопский, суп мы сварим с вами боб-чарбо, а на десерт у нас будет торт-гараж. Ну что, за дело? Сегодняшний выпуск будет посвящен блюдам болгарской кухни. Мы приготовим салат шопский. Это самый популярный салат в Болгарии. Суп боб-чарба. Этот суп готовят под Рождество. Гювич. Не пугайтесь, это обычная тушеная говядина с овощами. Баницу. Она очень популярная в Болгарии, и мне она тоже очень нравится. И ганаш. Не очень простой, но безумно вкусный шоколадный торт-ганаш. Также во время готовки мы успеем поухаживать за собой и даже уделить несколько минут творчеству. А начнем мы с вами готовить гювич. Спросите вы, что это такое? Не пугайтесь. Это обычная тушеная говядина с овощами. Нам понадобится говядина, овощи, я возьму болгарский перец, баклажан, стручковую фасоль, томаты, лук и морковь. Начинаем! Начинаем с говядины. Я взяла лопатку. Вы можете взять любую часть, которая у вас есть. Нарезаем крупным куском. Если есть жилки, тогда мы их удаляем. При выборе говядины обратите внимание на цвет. Вот она должна быть вот такого цвета. Если вы берете телятину, тогда она должна быть нежно-розовая. Если вдруг вы заметите, что говядина темная, высохла, такую говядину лучше не брать. Нарезали крупным куском и будем обжаривать. Берем сковороду, ставим на плиту и наливаем растительное масло. Обжариваем говядину. Пока обжаривается говядина, подготовим овощи. Возьмем морковь, лук, баклажан, перец и острый перец чили. Так, все овощи мы нарезаем крупно. Начнем с болгарского перца. Разрезаем пополам. И нам нужно удалить семена. Для этого вырезаем плодоножку. И вырезаем семечки. Вот так должно получиться. И нарезаем крупно. Гювич вы можете приготовить, например, в горшочках в духовке, или в утятнице, или в пароварке. Можете просто в кастрюле. Я бы хотела вам довести информацию, что готовьте в том, в чем вам удобно. В Болгарии очень часто гювич готовят в горшочках. Они закладывают все овощи, мясо, наливают бульон или воду и ставят тушить где-то на час, час двадцать. И через час двадцать и блюдо готово. Возьмем пол морковочки. Морковь мы нарезаем вдоль и нарезаем на полукольца. Лук мы нарезаем полукольцами. А баклажан мы нарезаем крупным кубиком. Для этого разрезаем пополам. Еще раз пополам. И нарезаем на брусочки. Говядина обжарилась. Мы немножечко сдвинем в сторону. И сейчас обжарим постепенно морковь. Морковь обжарим буквально пять минут. Добавляем лук. Морковь обжарим. Перемешаем. Мне нравится болгарская кухня тем, что у них все очень легко. Очень много овощей. Мясо они любят жарить на гриле или тушить. И после того, как вы попробуете одно из болгарских блюд, у вас останется легкое чувство голода. Что мне очень нравится. Добавляем баклажаны. И добавляем болгарский перец. Обжариваем на среднем огне. Маленький лайфхак про томаты. Берем томаты. Нам нужно снять кожицу. Сделаем надрезики. С двух сторон. Небольшие. Крестиком. Заливаем кипятком. Немного подождем. И сразу перегружаем в холодную воду. Вам будет очень легко и удобно снять кожу с томатов. Перекладываем. Вот так у нас получится. Нарезаем помидоры кубиком. Но я бы не сказала, что крупным. Средним. И добавляем говядины. Пере чили. В Болгарии очень любят пере чили добавлять и в супы, и в горячие. Но если вы не любите острое, готовите на всю семью, и у вас есть дети, тогда вы можете не добавлять и создавать свои собственные рецепты. Очищаем от семян. И нарезаем. Добавляем говядину. Добавляем фасоль стручковую. Посолим, поперчим. Соли мы много не добавляем, потому что это все будет тушиться. Вода будет выпариваться, и ваше блюдо может получиться соленым. Добавляем немножко водички. Все перемешиваем. Накрываем крышкой. И тушим 30-40 минут до готовности мяса. Гювич готов. Запах невероятный. Ох, какая красота. Как я уже хочу попробовать это. Я даже не могу вам передать запах. Как красиво. Мясо растушилось нежное. Овощи красивой формы. А еще мне нравится, потому что я могу заморозить это и в готовом виде, и в сыром. Если вы хотите заморозить в готовом виде, тогда вы перекладываете в контейнер, замораживаете. А когда вы захотите это поесть, тогда вы размораживаете в микроволновой печи и можете есть. А если вы захотели заморозить в сыром, тогда вы мясо, овощи, все крупно нарезаете, замораживаете в пакете или в контейнере, и готовите так же, как мы сегодня с вами готовили. А украшу это я все петрушкой. Но я ее хочу порубить. Ну, можно вот украсить вот так, а можно и порубить. Я очень люблю добавлять зелень в блюдо с мясом, с овощами. Оно напоминает мне лето, теплую, хорошую погоду. Ну все, готово. Приятного аппетита! Для приготовления гювича сначала обжариваем в сковороде мясо, нарезанное на крупные куски, а затем добавляем овощи и тушим на медленном огне до готовности. А сейчас мы с вами приготовим суп боб-чарба. Этот суп готовят под Рождество. Он очень сытный, острый и очень вкусный. Он чем-то похож на наш суп харчо. Потому что он по консистенции должен получиться очень густой. И поэтому мне напоминает наш суп харчо. Итак, поехали! Нам понадобится фасоль. В Болгарии любят брать фасоль неконсервированно, обычно. Они ее замачивают 12-18 часов. Но я люблю, чтобы все было быстро, вкусно и безумно просто. Потому что что? Потому что мы на готовку тратим всего один день в неделю. И кормим свою семью каждый день вкусной едой. Итак, поэтому возьмем консервированную фасоль. Нам понадобятся помидоры, морковь и лук. Делаем пассеровку. Берем морковь, натираем на крупную терку. А лук нарежем соломкой. Суп я буду готовить сразу в кастрюле. Потому что я признаюсь вам честно, я не люблю мыть посуду. У меня нет посудомоечной машины. Поэтому я сразу обжариваю все овощи. Добавим воду и приготовим суп. И меньше мыть. Поэтому включаем кастрюлю. У меня уже стоит на плите. Добавляем масло. И вы сейчас удивитесь, как мы быстро приготовим сытный суп. Но если вы взяли фасоль не консервированную, а обычную, тогда вам нужно ее замочить. А лучше всего замочить ее на ночь. Если вы решили суп приготовить днем, тогда возьмите фасоль, залейте водой и замочите на 12-18 часов. И тогда вам нужно начинать варить суп с фасоли. Обжариваем. Морковь. Ой, какая красота. Добавляем лук. Обжариваем все. Добавляем перец. Очищаем его. Перец я нарежу средним кубиком. И добавим помидоры. Только мы их почистим. А я вам уже рассказывала, как их легко почистить. Я почистила помидоры и нарезаю их кубиком. Мне нравится то, что в Болгарии они и перцы, и помидоры очищают от кожуры. Я, кстати, тоже не люблю помидоры с кожурой. Но я не говорю про то, когда я ем салат. Нет, я люблю, когда я ем салат, чтобы была кожура, чтобы оно там все хрустело. А вот если я помидоры добавляю в горячем виде, тогда я тоже люблю, когда без кожуры. Но это лично мое предпочтение. А вы готовьте так, как вам удобно. Добавляем. Все у нас тут красиво обжаривается все. И добавляем фасоль. Конечно же, добавим немножко острого перца. Потому что этот суп готовят на Рождество. А на Рождество у нас очень холодно. И хочется чего-нибудь тепленького, горячего и очень сытного. А если вдруг вы готовите на всю семью, но все равно, например, ваш муж хочет остренькое, и тогда, когда вы решили его заморозить, разлили по разным контейнерам, в один добавили острый перец, в другой не добавили, но обязательно подпишите, чтобы не перепутать. Мне этот суп нравится тем, что я могу его замораживать в разном виде. Я могу его приготовить и заморозить, а могу просто нарезать свежие овощи. Например, просто когда у меня дача, у меня очень много овощей, тогда я нарезаю все, все замораживаю, подписываю и раскладываю в свою морозилку. Она у меня большая. Заливаем воду. Вы можете залить бульоном, но я хочу его приготовить вегански. Итак, мы залили воду, теперь нам нужно посолить и поперчить. Но поскольку суп будет еще вариться, тогда мы солим немного. Суп готов! Ммм, какой ароматный! Очень! А главное, что он очень легкий и сытный. Казалось бы, странно, и сытный, и легкий, но вы его приготовите и все сразу поймете. Он должен быть густым, но если вы не любите густых супов, тогда добавьте больше бульона или воды. Я хочу его украсить зеленью. Укропчиком можно. Можно положить веточку, потому что я знаю, что очень многие не любят, когда в супе зелень плавает. Поэтому во многих даже ресторанах или заведениях спрашивают, добавлять вам зелень или нет. А сюда я хочу порубить петрушку. Но вы же будете готовить дома, и поэтому вы знаете, что любят ваши близкие и родные. Все, суп готов. Приятного аппетита! Для приготовления супа Боб Чарба сначала мелко нарезаем овощи. В сотейнике обжариваем лук, морковь, перец, чеснок, помидоры и добавляем фасоль. После этого добавляем воду и варим суп. И только потом добавляем петрушку. Что может добавить домашнего уюта больше, чем свечи? А что делать, если нет подсвечников? Сегодня я расскажу, как красиво выставить свечи с помощью подручных средств. Мне понадобится тарелка, вот такой сосуд, стаканы, бокалы. Все, что у вас есть дома, можно приспособить к этому делу. Итак, если у нас есть вот такие стаканы, а свечки маленькие, мы выходим из этого положения тем, что заполняем стакан чем-то, что есть под рукой. Я буду использовать панировочные сухари. Добавляю панировочные сухари в стаканчик. Мне вот достаточно. Выставляю туда свечу и декорирую. Декор мы можем делать также из любых подручных средств. Я возьму крафтовую бумагу вырезаю квадратик, какой-то небольшой. Оборачиваю наш импровизированный подсвечник крафтовой бумагой. И буду закреплять бечевкой. По углам я сгибаю, чтобы получились вот такие нахлёстики. Хорошо их заглаживаю. Оборачиваю бечевкой. Фиксирую. Мне понадобится небольшой кусочек. Отрезаю. Завязываю на бантик или узелок. Это как вы хотите. У меня стаканчик достаточно широкий. Сюда может поместиться несколько свечек. Добавлю ещё две. Вот такой импровизированный подсвечник вышел. Также мы можем использовать в качестве подсвечника любую посуду. Бокал. Любые ёмкости. Сюда даже несколько свечек помещается. Также для создания динамики и чего-то оригинального мы можем наполнить водой нашу тару. Такие свечи чудесно плавают. Воспользуемся этим. С помощью таких незамысловатых способов мы с лёгкостью можем создать романтическую обстановку за столом. А сейчас мы с вами приготовим закуску пеница. Она очень популярная в Болгарии и мне она тоже очень нравится, потому что она готовится очень быстро и легко. Для этого нам понадобится тесто фило, брынце, яйца и молоко. Итак, начинаем. Берём форму, застилаем её пергаментом. Форма у меня разъёмная. Вот так вот. Это для того, чтобы у нас не прилипло тесто. Раскручиваем аккуратно тесто фило. Фило – это пресное, очень тонкое, выдержанное тесто, из которого готовят множество блюд. Например, пирожки, торты, рулетики. Берём пластинку, двойную, и раскладываем на дно формы слоями. Выкладываем слоем. Берём сыр брынзу, натрем его на крупную тёрку. Берём сливочное масло. Я его немного растопила в микроволновой печи. Смазываем тесто. Сыр я натерла на тёрку крупную. Я вот люблю простые рецепты, чтобы было всё быстро, вкусно и красиво. Теперь берём слой брынзы. Немного. И опять выкладываем тесто. Я как-то экспериментировала и делала из слоёного теста. Получается тоже очень вкусно. Но вам хочу показать рецепт из теста фило. Смачиваем. Для того, чтобы оно не было сухим. И тут есть один маленький нюанс, что тесто фило вы должны выкладывать два листа. Чтобы получалась такая слойность в этой закуске. Вот. А сколько делать слоёв, это уже на ваше осмотрение. Сверху у нас должно быть тесто фило, которое мы обильно смазываем маслом. А сейчас делаем заливку. Для заливки нам понадобится два яйца и 100 граммов молока. Всё взбиваем. Ещё я как-то экспериментировала и добавила шпинат в свежемороженом. Получилось тоже восхитительно. Так, взбили. Заливаем. Распределяем. Всё. И ставим запекать при 180 градусах в 15 минут. Пеница готова. Ой. Какой аромат. Какой запах. Посмотрите, как красиво. Я не могу вам передать, насколько это красиво, как это вкусно пахнет и как это сейчас будет вкусно мне. Но вы должны мне пообещать, что вы это приготовите обязательно. потому что это очень просто, быстро и легко. Всё. Достаем с формы. Ой. Как это вкусно и красиво. Так хрустит. Восхитительно. Я уверена, что эта закуска украсит любой праздничный стол. А с другой стороны, почему не радовать себя в обычный день? Поэтому приятного аппетита. Радуйте себя каждый день. Для приготовления банницы выкладываем в противень два листа теста фила. Сверху кладём брынзу и так повторяем несколько раз. После этого всё смазываем сливочным маслом и заливаем предварительно взбитыми молоком с яйцом. Выпекаем в духовке при 180 градусах в течение 30 минут. Сейчас мы с вами приготовим торт не очень простой, но безумно вкусный шоколадный торт «Гараж». А ещё у меня для вас один маленький сюрприз. Сейчас ко мне в студию придёт моя подруга. Стилист, визажист и просто фея моей красоты Татьяна. Привет! Какие ароматы на кухне! Смотри, как вкусно! А я знаю, что сегодня у нас болгарская кухня, да? А ты знаешь, что в Болгарии, кстати, очень любят розовую воду. Её используют в косметологии, в медицине и даже в кулинарии. Я поделюсь с тобой и с нашими зрителями, как же приготовить розовую воду и расскажу, для чего её использовать. Потрясающе! Для этого нам понадобится вода, экстракт лепестков роз. Мы будем смешивать экстракт лепестков роз с водичкой и получать такой прекрасный тоник, освежающий. Розовая вода ценится за то, что она обладает свойствами очищения и увлажнения. Кстати, очень важно, какой тип кожи. Помнишь, я тебе говорила, что у тебя кожа склонная к жирности? Да. Поэтому розовая вода обязательно поможет тебе. Она будет регулировать выработку кожного жира, если мы её нанесём на личико. А мне, так как у меня сухой тип кожи, она поможет увлажнить мою обезвоженную кожу. Хорошо, а как её сделать? На самом деле, всё очень просто. Нам нужна чистая водичка. Чистая с под крана не подойдёт? Не подойдёт. Берём чистую дистиллированную воду. Фильтр или можно в чайничке закипятить? Да, я думаю, что можно. И обязательно экстракт лепестков роз. Хорошо будет, если они будут прямиком из Болгарии. Хорошо, скажи, пожалуйста, вот у меня нет возможности добыть экстракт прямиком из Болгарии. Могу ли я где-то здесь купить? Да, ты можешь купить эфирное масло лепестков роз и сделать на его основе себе вот эту розовую водичку. Буквально мы добавляем несколько капель. Так, добавили. Берём бутылочку, которая с пульверизатором, для того, чтобы она мелко-мелко распыляла на личика наш полученный раствор. Давай, кстати, попробуем над себе. Закрывай глазки. Ты прям получишь, мне кажется, удовольствие. прям чувствуешь этот аромат, да, роз? Я сейчас тоже себе сделаю. И, кстати, ещё и помогает коже, да? То есть, мало того, что приятно пахнет, ещё и для кожи. Какая хорошая находка. Ну, я так понимаю, этот мне. Забирай. Спасибо, дорогая. А теперь я тебя научу готовить очень вкусный шоколадный торт. Пальчики облишь. Да, я готова. Мы начнём выпекать коржи. Для этого нам нужно отделить 5 яиц, белки от желтков в разной ёмкости, да? Так, это сложная задача, но я попытаюсь. Но нам нужно так, чтобы желток не попал в белок. У нас 5 яиц, и я взяла 200 граммов грецких орехов, и нам нужно их измельчить. Так, я измельчила грецкий орех, но если у вас нет комбайна, тогда вы можете порубить ножом. И получится то же самое. Нужно его измельчить вот до такого состояния. Теперь мы белки должны взбить до пышной пены. У меня, кстати, никогда не получалось взбить их пышными сделать с помощью обычного венчика. Это, оказывается, очень сложно. Это очень сложно, это очень, очень будет долго, очень сложно. А пока взбиваются белки, Танюш, предлагаю нам приготовить заварной шоколадный крем. Для этого нам нужно заварить 5 желтков, 2 ложки сахара, 100 граммов шоколада, возьмем 2 ложки какао и 2 ложки воды. И это все надо сделать на водяной бане. Я уже приготовила кастрюлю, налила туда воду, поставила миску, включаю. Первым делом мы добавляем воды, 2 столовые ложки. А, это прямо туда, куда мы будем опускать шоколад? Да. Желтки мы добавим потом, подальше шоколад. Весь, да? Да. Вот, все, мы взяли половинку, это мы будем делать подальше с тобой. Подальше пожалуйста, сахар и какао. Так, сахар-песок, да? Да. И какао. 2 ложки. И какао мы добавим 1 ложку. Полторы. Все. Теперь я тебя здесь оставлю за главную. Тебе нужно будет помешивать. Помешивать и подождать, когда растворится полностью весь шоколад. Хорошо. Это практически как создание косметической маски для лица. Шоколадной. Так, ну как у тебя тут дела? О, смотри, какая красота. Мне кажется, он уже принял оборотную консистенцию. Теперь нам нужно это охладить и затем это все забьем с тобой сливочным маслом. Аккуратно. перекладываем, чтобы. Добавляем желтки. И поставим сейчас в холодильник. Так, все, взбиваем дальше. Добавляем сахарную пудру. Готово? Да. Посмотри, как изменился цвет. Ой, какие они пышные стали. А теперь нам нужно добавить орехи и все это аккуратно перемешать лопаточкой. А если я это буду делать венчиком? Нет, лучше перемешать лопаточкой, потому что если ты будешь взбивать венчиком, тогда твои белки все осядут и мы не получим такой вот пышности, которая нам нужна. Перемешиваем лопаточкой. Вот ты можешь перемешать, а я сейчас подготовлю. В одну сторону нужно, да? Да. Берем противень, застилаем пергаментом. Так, какая красота. Теперь нам нужно разделить вот это все на четыре части и сделаем вот такие коржики. это основа? Да, это будет основа будущего нашей коржи. Вот так разделяем. Очень интересно. Форму ты делаешь кругопроизвольную, так. И вот давай теперь ты сделаешь еще два тысячи. Еще два тысячи, да? Давай. А я пока включу духовку на 160 градусов. Ставим запекать. Буквально на 6 минут. А пока запекаются коржи, сделаем с тобой глазурь. А для этого возьмем 100 граммов шоколада, добавим ложку сливочного масла и растопим в микроволновой печи. Все просто? Очень плохо. Посмотри, как у нас получилось. Глазурь готова. Глазурь готова. Да. А сейчас мы доделаем крем. Для этого нам нужно взбить масло с нашей основой, которую мы за тобой заваривали. Ну что, взбиваем? Да, давай. Так, здесь есть одна маленькая хитрость. Мы сливочное масло всегда для кремов взбиваем на высокой скорости. Да, и сливочное масло, если ты заметила, у меня комнатной температуры. Чтобы оно легче. легче взбивалось, потому что, если ты будешь взбивать холодное масло, у тебя вообще ничего не получится. Все, взбиваем крем. И крем мы с тобой долго не взбиваем, потому что, если ты долго будешь взбивать сливочное масло, тогда оно у тебя слоится. Пойдет сыворотка, да, поэтому нужно это делать быстро и четко. А вот этого я не знала. Все, крем готов. Ставим его в холодильник. Танюша, коржи готовы. Отлично, доставай. Доставай. Какие они красивые. Какая красота. Похожи на большие, большие печеньки. Теперь нам нужно подождать, когда они остынут, и будем с тобой собирать торт. Если мы торт будем собирать горячим, тогда наш крем со сливочным маслом потечет, и у нас ничего не получится. Поэтому мы пока снимаем аккуратно с пергамента. коржи остыли. Теперь нам нужно собрать торт. Для этого берем посмотри, посмотри, как у нас красиво, вкусно, ну, конечно, немного калорийно, а еще его можно заморозить. Правда? Да. Ты его замораживаешь, а когда решила побаловать себя тортиком с утра, достаешь, ставишь в холодильник, он там тает, и уже утром у тебя будет потрясающе готовый десерт. Как это интересно, просто. Да. И у тебя всегда под рукой есть лакомый кусочек. Да. Приятного аппетита. Чтобы приготовить ганаш, сначала делаем крем. Для этого в сотейник добавляем воду, шоколад, какао и сахар и варим на медленном огне. Затем добавляем желтки. Остужаем и взбиваем с маслом в однородный крем. Далее готовим коржи. Для этого белки взбиваем до пиков и смешиваем с предварительно измельченными грецкими орехами. Коржи выпекаем при 160 градусах в течение 5 минут. И, наконец, для приготовления глазури растапливаем шоколад и масло. Выпеченные коржи промазываем кремом, а сверху заливаем глазурью. А сейчас мы с вами приготовим шопский салат. Это самый популярный салат в Болгарии. Его подают как салат, его также подают как гарнир к мясу. Но он всегда есть на столе. Нам нужно нарезать болгарский перец крупно, а еще в Болгарии очень любят этот салат подавать с запеченным перцем. Но я люблю, когда перец хрустит. Но если вдруг вы будете в Болгарии, то не удивляйтесь. И здесь еще очень интересная особенность, что этот салат очень похож на греческий салат, но отличается он тем, что брынзу натирает на крупную терку. Добавляем томаты. Мы все овощи нарезаем крупно. Этот салат я люблю за то, что он готовится очень быстро, он очень яркий и вкусный. Болгарии очень часто используют овощи. Они не любят крупы. Если готовят мясо, то на гарнир в основном у них овощи. и добавляем огурец. И брынзу натираем на крупную терку. Итак, натерли и посыпаем сверху. Посмотрите, как красиво у нас получается. салат. Сок и лимон. Ну и все. Вы заметили, что я потратила буквально две минутки. И такой красивый салат будет у вас на столе. Приятного аппетита! Для приготовления шопского салата нарезаем все овощи крупным кубиком, а брынзу натираем на терке. После этого выкладываем в тарелку перец, помидоры, лук, огурец и посыпаем сыром. Заправляем салат при подаче на стол. Сегодня мы с вами приготовили обед по-болгарски. А главное, мы это сделали из доступных продуктов, которые вы можете купить в любом магазине. А еще самое важное, что вы потратили всего лишь 40 минут и будете вкусно кормить целую неделю всю свою семью. Я хочу вам пожелать приятного аппетита! До скорых встреч на следующей неделе! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok